...проведение одиночных пикетов. Я должен удостовериться, что вы являетесь гражданином Российской Федерации. Только гражданину Российской Федерации разрешено проводить одиночные пикеты. Будьте добры, предъявите документы, чтобы я удостоверился. Верните, пожалуйста, пока плакат, пока вы не предъявите документы, пока мы не удостоверимся, что вы являетесь. Первый раз слышу, что если у меня было бы подозрение, признаки, нарушение, тогда другое дело. Я вам объясняю еще раз. Или участковому. Я вам еще раз объясняю. Я вам еще раз объясняю. Вы можете выслушать? Есть правила проведения одиночных пикетов. Я согласна. Нам нужны данные человека, который проводит одиночные пикеты. Естественно. Достоверю, за что вы являетесь гражданином Российской Федерации, потому что по законодательству только гражданин Российской Федерации имеет право проводить одиночные пикеты. Пенсионная моя устроена? Прежде чем. Нет, все. Карточка социальная, в Москве. Желательно было заказки. Вообще, как бы, желательно на такие мероприятия носить с собой удостоверяющие личность документы. Если вы входите на такие мероприятия, вы должны знать. Одиночные, я знаю, в 54-м и 7-м статье одиночные пикеты ничего не требуют, ни согласования, и больше ничего. Ничего абсолютно. Он требует то, что вы должны быть гражданином Российской Федерации. Я должен удостовериться, что вы в действительности гражданин Российской Федерации. Так как иностранным гражданам запрещено проводить одиночные пикеты.